Благодаря Руслану, теперь вы больше знаете про молодых талантов со всего мира, а также про секрет успеха сборной Бельгии. Я же постараюсь принять его эстафетную палочку и поговорить с вами о европейских чемпионатах. Естественно, начать надо с А.П.Л. Самая зрелищная лига в мире. Лига, в которой идет борьба как за чемпионство, так и за Еврокубки, так и за вылет. Сейчас на первом месте идет Манчестер Сити, но сзади идут Арсенал Венгера и Челси особенного Маурини. Они не дремлют и каждый из них хочет наконец-таки выиграть самый главный чемпионат Европы. Ливерпуль, который по началу сезона претендовал на высокие места, постепенно сбавил и из этой чемпионской гонки, по крайней мере в этом сезоне, вызвал. Его участь бороться за четвертое место, дающее право квалификации в великой чемпионатах. Тоттенхэм, Эвертон и Манчестер Юнайтед не дремлют. Они также желают поучаствовать в самом главном турнире Европы. Говорить об АПЛ можно бесконечно и безумно, я же постараюсь разобраться в секрете успеха ее нынешнего лидера Манчестер Сити. Итак, посмотрим и приступим. Закупившись в трансферное окно более чем на 100 миллионов евро, а именно приобретя Йоветича, Наваса, Негреда, Фернандиньо и Домикелеса, команда усилилась качественно. Но качество не всегда приносит отличную игру. Команде нужно было время, чтобы сыграться. И как показало это же время, это оказалось чистейшей правдой. Но, что случилось с командой буквально месяца 4 или 5 назад? Почему мы стали постоянно видеть 5-0, 4-0, а иногда и 7-0 на этих хат-стадионах? Почему же команда победила на Альянс-Арене непобедимую Баварию, которая у себя дома не проигрывала уже очень давно? В чем же секрет старика Пеллегрини, который пришел из скромной Малаги сразу же в Гранд Английской премьер-лиги? Пришел в Манчестер Сити, в команду, которую надо было перестроить. Команде, которой нужно было отойти от стиля Роберто Манчини. Чтобы все это понять, необходимо время. Но я же постараюсь уложиться буквально в 10 минут. Состав. Это то, чем может похвастаться Пеллегрини. По подбору игроков, состав Манчестер Сити является на данный момент самым сильным в АПЛ. Но состав не всегда все решает. Нужна ценность. Нужны отличные взаимоотношения, а также отличная реализация. Но обо всем по порядку. Первое место занимает вратарская позиция. Наверное, самое слабое место в Манчестер Сити. Джо Хартс, который в начале сезона рассматривался как единоличный лидер вратарского рубежа, постепенно начал сдавать. Пеллегрини попробовал поставить Пастелемона. Но что он дал? Он дал такие же ошибки, какие допускал англичанин. Пеллегрини прозрел и увидел, что Джо старается на тренировках. Старается и выкладывается по максимуму. И все-таки вернул его в Основу Сити. Джо не подкачал и начал играть по-невероятному. Посрамив скептиков и хейперов. Но одного вратаря мало. Нужна еще и защита. Компании лидер оборонительных действий в Манчестер Сити, а также в сборной Америки. В паре с опытным Домикелесом или совсем молоденьким Настасичем, при поддержке Сабалеты и Клиши, эти четыре игрока защиты, кажется, самой сильной оборонительной мини-командой АПЛ. Но эти люди успевают также и в атаке. Кто же тогда должен подстраховывать Джо Хартер? Конечно же, это делает Яя Торе. Человек-мозг Манчестер Сити. Он самая главная фигура в полузащите. Ни Сильва, ни Навас, ни Фернандиньо, ни Насри. Никто из них не является таким главным человеком, как Торе. Даже Агуэро, Негредо и Харт с Компани не могут посоперничать с Торе. Сочетание силы, мощности, атлетичности, силы удара, а также большого роста и великолепной скорости. Все это делает Торе лучшим полузащитником АПЛ. Но одного опорника мало. Реактивные Насри и Навас по флангам всегда готовы поддержать атаку, но и отработать в защите. Филигранная техника в сочетании со скоростью и ударом. Все это делает их одними из лучшими фланговыми полузащитниками. Иными словами, лучшими венгерами. Но, если француз уже совсем не новое лицо в команде, то испанец только-только вливается в коллектив. Однако, он уже успел стать незаменимым игроком основы. Джеймс Милдер, выходящий на позицию Наваса, не является таким человеком в атаке, как полузащитник сборной Испании. Завершает полузащиту Давид Сильва. Человек-мотор. Если Торе мозг, то Сильва-мотор. Без него атака Манчестер-Сити не атака. Он связист всех передач. Он как Хави и Несто в Барселоне и сборной Испании. Естественно, именно в этой сборной Сильва является вторым человеком. После Хави и Несто. Он является человеком в тени. И ему нет возможности проявить себя на максимуме. Зато он проявляет себя со всех своих лучших сторон в английской премьер-лиге. Вся игра идет через испанцев. А также через Торе. Эти люди играть умеют. И вести игру они умеют. И лидерские качества в них естественно присутствуют. Их дело просто дать пас на Агуэ Райна Грэда. А уж эти парни свое дело знают. На их счету уже более 50 мячей в этом сезоне. При том, что аргентинец четверть этого сезона пропустил из-за травмы. Скамейка запасных во главе с Эдином Джекко всегда готова поддержать основу, выйти и показать, что скамейка Сити сильнее даже некоторых составов АПЛ. Именно эти люди определяют игру Манчестер Сити. Никогда, практически никогда Манчестер Сити не играет от обороны. Именно это помогает команде Пелегрине забивать столько мячей в этом сезоне. Обратимся к статистике. Ведь команда является самой результативной в Европе. 2,9 гола за игру. Это лучше, чем у какой-либо другой команды. При такой игре у Манчестер Сити большие шансы пройти Барселона. Для этого им нужно просто сыграть свой футбол. Но это уже другая история. Но ясно одно. Манчестер Сити ждет светлое будущее. Много трофеев. И большое количество. Больших побед. Манчестер Сити. Манчестер Сити. Манчестер Сити. Манчестер Сити.